НарвоИСУ и НарвоВеси достигли договоренности по поводу реновации водоканализационной системы НарвоИСУ. О том, как появился этот проект, нам рассказал председатель городского собрания Михаил Стальнухин. — Получилось так, что весной этого года, где-то в апреле, я читал отчет Министерства окружающей среды о проделанной работе, то есть какие самоуправления подали проекты, где будут происходить работы в ближайшие несколько лет. И там было перечислено три эстонских самоуправления, которые единственные не подали никаких проектов на европейские деньги. И я, в общем, увидел в этом списке и НарвоИСУ. А уже сейчас известно, что если не освоить европейские деньги, если не привести водоканализационную сеть в порядок, если она не будет соответствовать европейским нормам, это огромнейшие штрафы. А штрафы могут косвенно затронуть и наше предприятие муниципальное, НарвоВеси. Поэтому я обратился к председателю городского собрания НарвоИСУ. Вопрос должен решаться на высшем уровне в этом городе, естественно. Предложил встретиться, поговорить. И мы несколько раз встречались здесь, и у него, в НарвоИСУ. И мне удалось объяснить всю серьезность проблемы. Что это не пустое запугивание, что дело может кончиться банкротством всего города. 20 тысяч евро в день штраф. Это нормально для Евросоюза за невыполнение каких-то нормативных актов. Но это абсолютно ненормально для такого города, как НарвоИСУ, с его маленьким совсем бюджетом. В результате в НарвоИСУ было собрано заседание городского собрания, куда пригласили опять-таки меня, Алексея Воронова, члена правления НарвоВеси. И мы им объяснили в мае месяце всю сложность ситуации, в которую они попадают. После этого началось сотрудничество между НарвоИСУ и НарвоВеси. И я так понимаю, просто титаническими усилиями, потому что такие проекты так быстро сделать это вообще как-то нереально смотрится. Но за 4 месяца они проект для подачи подготовили. И они его успевают подать за несколько дней до того, как фонды закрываются. Европейские деньги, больше заявки на эти европейские деньги не принимаются. Председатель Совета НарвоВеси Александр Ефимов рассказал, какова коммерческая ценность этого проекта и в каком состоянии находится водоканализационная сеть НарвоИСУ. Практически никакая коммерческая ценность этого проекта как бы и нет. Конечно, НарвоВеси это коммерческое предприятие. Основной целью является зарабатывание прибыли. И в общем-то единственная целью. Но в данном проекте НарвоВеси участвует не для того, чтобы извлечь какую-то прибыль. То есть надо вложить 15 миллионов, это доля финансирования НарвоВеси, в город численностью порядка 3 тысяч населения. То есть через какое-то время, наверное, эти деньги и вернутся. Но цель не эта, и не тем более заработать прибыль, а цель изменить ситуацию. Дело в том, что водоканализационное хозяйство у Снаровы в достаточно плачевном состоянии. Вот водопровод, общая длина 27 километров. Значит, 83% было построено в 1961 году. Канализация, пусть Нарво, порядка 15 километров. Строительство некоторых участков было сделано в 1970 году. Причем к канализации подключены не все жители города, а порядка 63% только жителей. То есть вот эту ситуацию нужно менять. Нужно инвестировать крупные средства для того, чтобы улучшить качество и сетей водоканализационных, а соответственно улучшить качество воды. Потому что вода, которую сейчас потребляют жители Снаровы, она не отвечает всем необходимым требованиям. Вот как раз таки из-за износившегося оборудования, из-за трубопроводов, из-за насосов, фильтров и станций очистки, которые там есть на колодцах и на скважинах. Поэтому вот это нужно менять. Поэтому Нарвоисе занимается таким проектом. Какова ситуация соревнований труб в Нарве? Стратегически, так сказать, водоводы все в Нарве в рамках проекта ИСПА-2, они поменены, ну, я помню, где-то порядка 90%. В рамках третьего проекта, который начнется, реализация его начнется в следующем году, будут заменены все остальные трубы того требующие. Но в целом ситуация уже соответствует тем нормативам, которыми мы должны будем руководствоваться через несколько лет. Вы спросили у жителей Нарвы, заинтересованы ли они в проекте реновации в Нарве ИСУ. Ну, как бы подорожавшие тарифы нам не нужны. И даже, наверное, Нарве ИСУ тоже не нужно. А хорошая система нужна? Как сказать, я живу вообще не в Нарве, да, сейчас. То есть для меня, прямо это меня не касается. Но, естественно, мои родственники, у которых доходы маленькие, для них это будет сложно. Но если есть возможность повысить доходы, конечно, мне кажется, нужно все улучшать. И развитие это всегда хорошо. Если же на проект можно получить какую-то инвестицию извне, то есть не нужно с потребителя эти деньги требовать, то мне кажется, это будет еще лучше. Общий размер проекта около 120 миллионов крон. Откуда планируется поступление средств для его осуществления? Проект предусматривает получение помощи Евросоюза. Это свыше 90 миллионов крон. И чуть больше 30 миллионов крон распределяться в равных долях между Усть-Нарвой и Нарва-Веси. То есть чуть больше 15 миллионов крон инвестирует в Нарва-Веси. И также чуть больше 15 миллионов крон инвестирует в город Усть-Нарва. Господин Ефимов заверил нас, что нарвские жители не почувствуют на себе столь крупные инвестиции Нарва-Веси. Тарифы же в Нарва-ИСУ неизбежно вырастут. Для города Нарва-Весу, естественно, тариф вырастет. Он вырастет достаточно сильно. Но специалисты, которые занимались этим проектом, четко показали своими расчетами, что если этот проект не осуществлять, то помимо европейских штрафов, есть еще опасность того, что все равно эти ремонты придется делать за счет города, и тогда тариф будет трехзначным. То есть за несколько лет он может спокойно перешагнуть через 100 крон за кубометр. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok